Почти от моста через Тавлу на Севастопольской и до самого изгиба реки по обоим ее берегам. На этой территории появились небольшие колышки. Не везде, а только там, где явно не хватает деревьев. Это одна из площадок, которую саранские активисты по согласованию с городской администрацией выбрали для того, чтобы преобразить. На колышках все написано. Вот где что будет. Береза Эрмана, пузыреплодник, форзиция. Вон там еще скумпию видел. У меня как не специалисту ничего не понятно, но очень интересно. А специалисты говорят, что эти растения не только называются по-разному, они еще и выглядят по-разному. То есть это место будет очень ярким и пестрым. То есть интересно будет не только звучать, но и выглядеть. Мы используем растения необычные, непривычные глазу человека по цвету, по формам, по виду. Это должно увлечь человека заинтересоваться природой. Так он через что-то необычное потихонечку начинает мир природы познавать. Особенно для детей, подростков это очень полезно. И не дешево, ведь растения для посадки подобрали так, чтобы не пришлось потом пересаживать. Привлечены были средства спонсоров. Все это куплено, растения куплены в питомниках, закрытой корневой системой. У них приживаемость лучше намного. То есть как бы в основном по нашей практике это 100% при хорошем поливе, уходе. Функцию ухода за посадками передадут городу, а вот сам процесс посадки требует участия неравнодушных его жителей. Их ждут здесь в воскресенье в 10 часов. С собой перчатки и хорошее настроение. Мы приглашаем жителей микрорайона Юбилейного, потому что вы здесь гуляете, вы можете с семьей посадить. У нас будет порядка 215 деревьев и 130 кустарников. То есть достанутся всем и можно посадить ни один, ни два. То есть это будет ваше семейное дерево. Павел Степаненко, Андрей Просвиркин. Наши новости.